Саша, привет! Привет! Расскажи пока, как у тебя дела? Как настроение? Как самочувствие? Самочувствие самое главное в порядке. Дела тоже потихоньку. Нахожу чем заниматься во время самоизоляции. Было что-то такое, что ты давно хотел сделать, у тебя не было на это времени. И вот наконец-то ты это что-то сделал. В бытовом смысле. Да, заклеить фен своей супруге. Меня уже об этом полгода, наверное, просили. Ну вот, все не зря получается. Ну да. А как у вас пробежки разрешены в области? Ну да, у нас как бы, знаешь, вообще по-хорошему нельзя было на улицу ходить, но люди бегали. Главное не выходить было на набережную. Или в парке. То есть я один раз, прям когда только все начиналось, бежал по набережной. Меня полиция остановила, попросила просто бежать не по набережной, а вдоль дороги и все. Штрафы ничего не взяли. Ну предупредили, что вообще у нас есть штрафы. А сейчас вот с этой недели уже можно в парке гулять. Но два человека вместе и соблюдать там дистанцию еще. Да, у нас тоже некоторые послабления произошли за последнюю неделю. Тоже стало можно. Ну на самом деле, я поднабрал два килограмма, но я бы не сказал, что я прям набрал жир какого-то. Меня жена поддерживает каждый день. Мы с ней занимаемся. Причем мы бывало по два раза в день даже занимались. Мне друг дал велотренажер, я вот велосипед по утрам путил, вечером там какие-то силовые упражнения пытался, не знаю, там в рюкзак накидаешь чего-нибудь, гантели какие у меня там пара штука из дома. Какое-нибудь масло кинешь, вот у тебя уже рюкзак там не два килограмма, а 10-15. Ну и так вот мы занимаемся тоже. Или какие-нибудь статические упражнения тоже. То, что обычно делали на тренировках по 40 минут. Но вот первой неделе было на самом деле легко все это делать. Как-то еще только тренировки закончились на воде. А со второй уже появляется такая олень, начало небольшое. Но вот в этот момент, говорю, супруга меня спасла, что она давай-давай-давай вместе. Но форму именно в воде, конечно, без воды никак. То есть сколько бы ты ни старался, сколько бы ты ни пытался грести, там имитацию движения делать, это не заменит тех чувств в воде. Ну тут хотя бы мышцы не потерять. Хоть как-то или не набрать лишнего жира. Чтобы проще было возвращаться, когда... Потом втягиваться будет проще. Даже вот пробежки те же самые, все-таки на выносливость. Работаешь велосипед, крутишь тоже на выносливость. Супруга у меня и была спортсменом. Она плавала со мной в одной группе. Потом вот когда ребенок появился, она закончила. Так что в оба спортсмена тут все закономерно. Друга в этом смысле поддерживаете. Еще и дочь нам гантели помогает носить. Мы начинаем заниматься. Она гантель поберет, подбегает, показывает. Это тебе, это тебе. А еще самое смешное, это когда супруг за мной повторяет упражнение. И если она делает как-то не так, то дочь начинает возмущаться и говорить то, что ты неправильно делаешь. Мама, смотри, как папа делает. Будущая спортсменка растет. Ну, если она захочет, мы не будем настаивать. Кстати, грамотный подход. Ну что, Саш, давай начинать, чтобы успеть все обсудить. Во-первых, спасибо, что согласился на интервью. Я очень хотел с тобой пообщаться. Мне очень интересна твоя спортивная биография. Представлю тебя. Александр Кудашев, мастер спорта международного класса, финалист чемпионатов мира и чемпионатов Европы, победитель Всемирной универсиады, пятикратный чемпион России, победитель финала Кубка России, двукратный, победитель Кубка Сальникова дважды, ну и по юниорам двукратный призер первенства мира, двукратный чемпион Европы среди юниоров и победитель тоже двукратный Европейского Юношеского Олимпийского фестиваля. Ну еще разные были Кубки мира, этапы и другие соревнования первенства России. До этого мы с тобой обязательно доберемся. Хотел начать с тобой разговор, если ты не возражаешь, с твоей юношеской части карьеры, потому что взрослые результаты они не с пустого места берутся, а закономерно следуют Я когда готовился, чтобы не повторяться и не спрашивать тебя то, о чем ты уже говорил, коротко проговорился что ты мне поправишь, что начал заниматься плаванием ты в 5 лет, 8 лет тебя уже перевели в ЦСКА ВВС в Самару к тренеру к Татьяне Геннадьевне, которая тебя и сейчас уже тренирует, вот, отдали тебя в плавание родители, потому что гиперактивность и все такое, чтобы как-то направить тебя в более-менее такое спортивное правильное русло. Ну и если я правильно понимаю, кандидата ты выполнил в 13 лет на веселом дельфине и мастера в 15 лет. Давай мы с тобой оставляемся на твоих детских соревнованиях. Вот смотри, ты с самого начала плавала по трофлям, ну имеется в виду уже после веселого дельфина, когда начались первенства в Волгограде. Когда ты понял, что у тебя дельфин может стать основным, он у тебя сразу ушел лучше остальных или не сразу? Ну вообще, раньше я на спине плавал. Я даже помню мои самые первые соревнования у нас были, они в бассейне проводились. Я тогда второе место занял на спине 50 метров. И тогда еще помню подарили крокодила надувного, такие как круг, типа такого. Был сам доволен. А потом как-то в тренировках больше стало появляться дельфины и плавал, плавал. Причем, знаешь, у меня по детству было всегда такое ощущение, что я не очень хочу дельфином плавать, как-то более тяжело. Я думал, надо ли мне оно, может, на спине плавать. Ну как-то тренер всегда наставил, так как у тебя получается, давай, тренируйся. Вот я плавал дельфины, еще очень часто я плавал длинные дистанции, вот 800, 1500, то есть даже если вспомнить тоже веселый дельфин, я вот выполнил КМС как раз на 800 метров. Да, и я тогда на 800 был седьмой, а на 100 бат, при этом я был шестой или седьмой тоже. Ну, результаты были у меня кролем тоже хорошие очень. Но когда уже начался Волгоград, там уже больше стали акценты делать на 200 дельфин, как-то так получилось, тренер просто сказал, будем тренировать 200. 100 у меня тоже, в принципе, неплохо получалось, но не так хорошо, потому что все-таки 50-100 такие уже более мышечные спортсмены плавали, там у меня всегда проблемы были. И еще у меня получалось 200 вольных, вот как раз если вспомнить Волгоград, я тогда выиграл 200, когда отбор был на фестиваль, я выиграл 200 дельфин, второй был на 100 дельфин, после Семена Маковича, друг моего хорошего, и третий на 200 вольных. На 200 вольных, как раз, да, я был. Ну и вот фестиваль прошел, потом еще фермерство России было, там я тоже плавал с дельфином, а как-то дельфин и кроль вот чередовал. Мы, знаешь, делали работу дельфином, но и про кроль не забывали, тоже часто вставляли, но последние вот года уже больше все-таки на дельфины сантиметрирулись. Наверное, знаешь, лет как 6 я больше стал дельфином плавать. Кролем уже очень мало, плаваю, но так, все работы, которые все плавают, в принципе, скажем так, вот эти январские, там, словно 8 по 400 кролей, не знаю, там 16 по 200 кролей, такие, аэробику нагоняешь, а уже более специализированно работа перестала плавать кролем. Но оно и чувствуется уже сейчас, вот на соревнованиях, когда плаваю, уже кролем все равно, вроде и там, и там 200, а тактика везде разная. И вроде думаешь, сейчас как дельфина поплываю, нормально все будет, а накрывать начинает раньше, и у тебя уже ног не хватает, тяжелее становится. Наверное, вот прям вот я понял, что я дельфинист-дельфинист, наверное, тогда можно сказать лет 6 назад. Да это все как кроль с дельфином считался. Саша, вот смотри, ты у своего тренера тренируешься, получается, с 8 лет, это уже очень такой длительный период времени. При этом иногда можно услышать от спортсменов, что причиной смены тренера выступает та ситуация, что спортсмен вырастает, а тренер все равно относится как к ребенку. Там каких-то контролирует бытовых личных вопросов. Вот у вас не было такого, когда вот ты уже вырос, а тебя еще как взрослым не воспринимают. Вот, кстати, у меня тренер всегда как-то относилась к тому, что вот спорт-спорт, а личная жизнь-личная жизнь. То есть, если я, например, захочу что-то рассказать, поделиться, спросить советы из личной жизни, она мне поможет. Но сама она никогда не будет заходить, там, знаешь, на сборах на те, что зайдет, скажет, время уже без 10-10, почему ты до сих пор не спишь, или почему-то там стоит безусловно, баночка колы или чипсов. Вот такого никогда в жизни не было. Она я всегда воспринимал как взрослый человек, который сам может принять решение, что мне надо. Еще вот часто меняют тренеров, можно сказать, из-за того, что вот тренер не вырос в плане спортивный рост. То, что ты появилась там международный у тебя уровень, ты ездишь на чемпионат мира, а она все тренирует тебя вот как юниор. Еще вот такой момент есть. Но здесь меня что радует, то, что мы с тренером всегда находим общий язык, и если я считаю, что надо что-то добавить, она прислушивается к моему совету, потому что она всегда говорит, что мы уже такие опытные спортсмены, которые сами, в принципе, знают, что им надо, и вы мне, она говорит, иногда можете подсказать, а я уже скорректирую это и направлюсь все в нужное русло. Поэтому у меня вот даже мысли никогда не было, что надо что-то с тренером менять. Мы с ней как семья. Прекрасно. А вот смотри, если говорить про более ранний твой возраст, ну, например, там лет 14-15, когда еще не было этих международных стартов и всего прочего, как у вас строились всегда отношения? То есть, тренер говорил, нужно сделать, или говорил, что нужно сделать, потому что вот это, вот это даст? И ты из каких спортсменов, которым надо объяснять, или которые просто берут и делают? Ну, я скорее, которые просто берут и делают. Скорее так. Потому что как-то, знаешь, как раньше было, вот лет до 16, я очень любил в компьютер играть. Прям очень любил. Когда я болел, я мог часов по 10, по 12 в день играть. То есть, я приходил потом в школу, меня друзья не могли узнать, потому что у меня капилляры лопались, и у меня глаза красные становились. И я часто на тренировках плавал быстрее, чтобы побыстрее приехать домой и поиграть. То есть, у меня был стимул побыстрее добраться до дома. И как бы мне было в принципе все равно. Я понимал, что вот тренер дает задание, его надо хорошо проплыть, чтобы у тебя вырос результат. Понятное дело, у меня, как и у всех в этом возрасте, стоит цель быть лучшим, побеждать. А чтобы быть лучшим, надо просто работать лучше всех. И тут еще был дополнительный стимул побыстрее домой добраться. То есть, я мало того работал, чтобы выиграть, так еще и чтобы домой побыстрее приехать поиграть. Но вот с этим, конечно, в последнее время закончил я, как семья появилась. Я с тобой сказал, что играть ты больше не будешь. Я посмеялся над этим, а когда мы поженились, как-то перехотел. Не знаю, как так произошло, конечно. Но, видимо, стал семейным человеком. Понятно. А вот смотри, для тебя важен спарринг внутри бригады. Вот я, насколько понимаю, когда ты рос, был Илья Лимаев, тебя чуть постарше. Вроде бы, твоего, да, тоже тренера он плавал? Да, да, да. Он раньше плавал в Пензе, потом вот он переехал, как бы, семью они в Самару переехали, и он стал со мной плавать. Раньше, как-то я всегда думал, что спарринг это не очень важная вещь. То есть, я могу сам себя заставить поработать, и ты работаешь. Но, это даже было, когда еще Илюха Лимаев был, на самом деле. Он туда приехал, я, как бы, конечно, за ним стремился сюда, потому что он быстрее меня плавал, и у него еще так получилось. Когда он к нам приехал, у него очень резко выросли результаты. То есть, он к нам приехал с первым взрослым, а буквально за два года он выполнил мастера спорта. Причем, конечно, он плавал 200 бат. Я, конечно, за ним всегда тянулся, старался. Но потом он переехал, и это было мне лет 16. И я плавал, в принципе, один. Ну, там со мной какие-то партнеры, конечно, плавали, но, скажем так, нижние уровни, да, и не все дельфины. Кто-то там брасан, кто-то на спине. Ну, я плавал, да и плавал, думаю, нормально, могу сам продвигаться. А года три назад к нам переехал Настя Гуженкова в Самару из Тольятти. Она сама из Тольятти. И Влад Козлов, он тоже из Тольятти, и вот он к нам переехал. И еще к нам один мальчик прибавился, а другого тренером. И это все произошло как раз года три назад. И мы стали плавать вместе, а Влад Козлов, он кролем плавает, как Настя Гуженкова. И вот тут я почувствовал, как важен спарринг. Потому что, как бы ты себя не заставлял, все равно бывают такие моменты, когда ты вроде устал, и ты вроде стараешь, но чуть-чуть, но не дорабатываешь. А тут ты видишь человека, который тебя обгоняет, и ты начинаешь прибавлять. То есть у нас бывает такое на тренировке, то что мы плывем, спокойное задание, и просто можем 200 кроль в спокойное задание за две минуты проплыть. Просто из-за того, что вот начали бодаться друг с другом. И вот, наверное, вот как раз года три назад, я помню, как важен спарринг, и то, что с ним у нас у всех, у троих, вот как раз начали прям результаты улучшаться. Мы выучили на свои прежние результаты, и вот сейчас вот у всех, в принципе, есть прогресс. Хотя вот как раз вот до этого получилось так, что все плавали поодиночке. Ну, у всех же такое бывает, когда ты плаваешь в группе в большой, там изначально вас 50 человек, там 15 годам вас 20 человек, к 18 годам там вас уже 3 человека. И является то, что все эти три одним и тем же способом плавать минимально, и получается каждый сам по себе. И так удачно не сложилось, то, что они перешли в Самару, все к моему тренеру. И веселее плавать, начнем с этого, то, что ты плаваешь, тебе не скучно, есть с кем поговорить, и в зал сходить, когда идешь в зал, с кем-то занимаешься, упражнения делаешь. И вот спарринг какой-то появляется. Ну и нам с Настей, в принципе, еще в Женковой. У нас с ней, в принципе, одни скорости как раз получаются. Она 200 кроль плавает, я 200 бат. И у нас там, у меня одна 55, лучше, у нее одна 56. Друг друга каждый раз подстегиваю. А ты тренируешься в длинном бассейне, да, я правильно понимаю? У нас в Самаре есть 50-метровый ЦСКА вот как раз. И есть, я так как учусь в политехе, у нас от политех есть 25-метровый. Когда у нас вот идет короткая часть сезона, мы тренируемся в политехе. Как раз вот 25 метров отрабатываем, поворот, стараемся отработаться. Но все равно повороты всегда важны. Выходы как раз вот в этот момент отрабатываем. И потом уже с января месяц начинаем плавать 50-метровым. То есть, первые полгода ты только по короткой воде тренируешься, а потом по длинной? Ну да. Но это вот как раз началось то, что мы стали по короткой воде плавать года, наверное, три назад. Я тоже тренеру сказал, что я считаю, что мне не хватает, когда мы приезжаем на короткую Россию, мне не хватает дыхания из-за того, что не наработал вот повороты вот эти на короткую воде. То есть, в длину плаваешься, в два раза меньше поворотов. И не хватает, как сказать, подбора циклов, да, для попадания в касание. То есть, я очень часто не падал в повороты. Сейчас вот стали на короткую плавать, я стал хотя бы почаще. Не такая проблема, серьезно. И вот мы как раз она прислушивались к моему совету, нашла договоренности, попросила там трениров из политеха, заведующего кафедры физ. воспитания, чтобы они как-то посодействовали нам в том, чтобы мы могли тренироваться в бассейне. И там вот, когда мы приходим, там студентов на крайней дорожке отгоняют и как бы нам предоставляют в принципе свободную воду. Но вот в последнее время, особенно вот в этот год, это было вдвойне важно, потому что у нас очень много сейчас детей приходит плавать в бассейне, в ЦСКА. И получается так, что мы плаваем по 20 человек на дорожке. И то есть это не все 20 спортсменов, которых мастер спорта, межрежурный класс или хотя бы мастер спорта. Там бывает такое, что сами дорожки могут плавать дети, которые по рот не умеют все делать. И понятное дело, когда ты вроде готовишь к Олимпийским играм, к чемпионатам мира, и с тобой плавают люди, которые по рот не умеют делать, это все сильно мешает. Представляю. И поэтому политех нас спасал первые полгода, а вторые полгода мы уже с директором бассейна тоже договорились, чтобы плавать в то время, когда как раз младшее поколение уходит в школу, учиться, мы вот приходим и на их воде плаваем. Ну и чемпионы универсиады должны же, должен же политех пойти навстречу. Ну да, да. Политех всегда идет навстречу. Молодцы. Саша, возвращаясь к твоим юношеским результатам, давай вернемся в 2011 год. Тогда ты два раза участвовал в первенстве России. Первый раз, это не первый раз, я имею в виду, что сначала со старшим возрастом, а потом с твоим возрастом. И в твоем возрасте в Волгограде ты уже, сказал, выиграл 200 бат, серебро на 100 бат и бронза на 200 вольный. И ты отбираешься на твой и получается первый международный старт. Если я правильно понимаю, после этого ты сразу поехал в 2011 этап Кубка Мира в Дубай, по-моему. А вот если правильно понимаю, вот именно фестиваль был у тебя первым международным стартом. Да, все верно. Расскажи про твои впечатления. Если говорить про результаты, у тебя было личное серебро на 200 бат, 2,2,16. Причем ты с первым временем попал в финал по четвертой дорожке. Насколько это было волнительно для тебя? Ну вот прежде чем к фестивале перейти, знаешь, хочется сказать как раз с того первенства России, когда я был со старшими. Так. Вот у меня до того первенства России был лучший результат 2,06. И мы туда поехали на этот первенство России, я как раз попал с Илюхой Лимаевым. И я тогда, по-моему, в первую жизнь как раз побрился. И я никогда в жизни еще не брился на тот момент. И я вот скоблился до тех пор, я думал, что пока не перестанет кожа слазит. Это нормально. То есть я лежал уже перед финалом, на самом деле, я на кровати не мог лежать, насколько у меня все тело горело. А и тогда еще мы утром проплыли, я в плавках проплыл, попал в полфинал, одел вечером бедрак, и неожиданно плывем. Я помню, я проплываю 150, и чувствую силу есть, и я начинаю Илюху обгонять. Я с ним в одном заплыве тогда плыл. Для меня это такой шок был. Я тогда приплыл, 2,02 проплыл как раз. И я посмотрел на табло, думаю, да я так и выиграть могу. Но, наверное, на том первенстве России я был в четвертый как раз из-за того, что я слишком перенервничал с мыслью, что я могу выиграть. Потому что изначально я туда ехал даже не близко к фаворитам. И потом, когда я приехал на первенстве России уже своего возраста, я, в принципе, выходил на старт очень уверенным. Потому что я понимал, что у меня было 2,02 лучше, а у второго человека было 2,08. Ну, слишком большая разница. И когда я отобрался на фестиваль, я был, конечно, очень счастлив. Потому что, во-первых, я всегда хотел получить экипировку сборной России. А там еще и Боско давали. У меня до сих пор шорты сохранились. Там качество было хорошее. И мы тогда приехали в Травзон. Я считаю, новые друзья с разных городов. Выезд за границу как сборная вообще было очень здорово. Это же еще как олимпийский фестиваль. То есть не только плавание было, а много разных видов спорта. И помню, я понимал, что на 200 бат у меня есть серьезный соперник, британец. Я уже не помню как у него фамилия. И когда я попал в финал, я понимал, что борьба будет между нами двумя. То есть либо я, либо он. И, наверное, все-таки я туда немного перегорел, потому что также очень хотел победить. Как и на первенстве России, я полетел первые 150 метров, и как такое часто на 200 бат бывает, я не хватаю в конце. так и было вот и на фестивале, то, что меня просто не хватило. Я помню даже, как я плыву первый, и остается 25 метров, и я вижу, как он уплывает от меня. Конечно, мне было обидно, но когда я приплыл, я понимал, что есть куда стремиться еще. То, что я не лучше, значит, можно еще работать и работать. Но, и с другой стороны, было приятно, что это все-таки медаль. Моя личная, не эстафета, а личная медаль, еще и международная, первая. Поэтому я остался вроде и доволен, но небольшие выводы для себя сделал, что надо тренироваться больше. А потом, вот как раз мы поехали на этап Кубка Мира, но тот был, конечно, запоминающийся, потому что мы приехали в Дубай, вот эти вот все небоскребы, это все такое новое было, еще только построенное. Мы с Семеном Маковичем, помню, тоже ходили, просто глазели вот на все такие, вот это да. Конечно, когда второй раз уже в Дубай прибыл, такого не было. Но вот фестиваль, он на всю жизнь, конечно. У меня до сих пор игрушка стоит и медаль, я их даже медаль относил один раз к стоматологу своему. Она мне чистила зубы и такая предложила медаль почистить, я принес, она мне их тоже почистила, как новенькие стали. Ничего себе. Хотя, наверное, почти все международные старты они запоминающиеся. Но имею в виду, как этап первенства Европы, фестиваль, там, чемпионат Европы, чемпионат мира, все-таки этап Кубка Мира, они такие, конечно, запоминающиеся, как и Мара Ностры, например. Ну и тоже, говоря про фестиваль, у тебя еще было два первых места в эстафете, четыре по сто комплекса, четыре по двести вольные в миксте. Еще два золота оттуда увез. Ну да, в принципе, я, можно сказать, мультимедалист. Но тогда вот в эстафетах я плыл утром, как в четыре по двести, я помню, плыл утром. Меня поставили, мне сказали, мы тогда с Игорем Беспаловым соревновали, что плылет вечером. То есть, как это часто бывает, тут плывет несколько человек, и кто-то из них финал впадает, вот мы с ним плыли. Но Игорь был сильнее меня на тот момент, прям явно. Поэтому я, в принципе, был доволен, что я проплыл утром. А в эстафете четыре по сто комбинированной я тоже плыл утром, потому что там Семен Макович. При том, что он плыл на тот момент комплексом двести четыреста. Вот он тогда стобат на Волгограде выиграл меня касание и в итоге на фестивале плыл. Подожди, подожди, а четыре по сто комплекс, я себе выписал, что ты плыл предварительный финал тоже. Вот я сейчас задумался, возможно, я, кстати, и финал плыл. Потому что Семен Макович в финале указан вечером. Да, возможно, Семен тогда такая дистанция была, потому что я помню, что в личке он точно плыл стобат. Возможно, меня поставили на финал, да. Ну, ты плыл оба раза, и утром, и вечером четыре по сто комплекс. Ну, значит, здорово вообще. Вообще здорово, да. Смотри, потом, кстати, вот тоже, что нужно сказать про фестиваль, он же проводится раз в два года, и не каждому вообще туда случается побывать на этом фестивале. Часто с всего возраста это не получается. В 2012 году ты на первенстве России в Пензе, ты плывешь, занимаешь тоже второе место на, не тоже, а занимаешь второе место на 200 бат, причем я вообще обратил внимание, что у тебя в более раннем возрасте часто так получалось, что в предварительном у тебя был результат лучше, чем в финале. Вот, в частности, 2,171 в Пензе было у тебя предварительно в финале 2,233. Не глобальная разница, но тем не менее. Вот, и на чемпионатах тоже России такая штука, такая тенденция, несколько, особенно 100 бат она почему-то у тебя прослеживается. Хотел спросить, почему тебе 100 бат так комфортно в полуфинале плавать? На самом деле, странно, что она прослеживается на 100 бат с полуфинала, потому что я обычно 100 бат могу и в предварительном лучше всего проплыть, для того, и было. А на финалу хуже результат. Не знаю, 100 бат просто я всегда плыву в макс, потому что я понимаю, что ребят там выше меня на голову, и мне надо выкладываться по полу. На 200 бат, вот, например, раньше, вот как раз в год 2012, да, наверное, неопытность была, то есть, из-за этого так получалось, что я предварительно плыву быстрее, чем в финале, то есть я предварительно выкладывался больше. Сейчас, как бы, я уже знаю, как надо разложиться, как сделать так, чтобы в финале был максимальный результат. Где-то я могу там, условно, не добриться, там, не выпить гипоксен какой-нибудь. А на 100 бат у меня нет такого шанса. Тем более, 100 бат всегда после 200 бат идет, то есть я уже всегда брит и выхожу полностью. Поэтому, наверное, так получается, что я могу в полуфинале проплыть быстрее. Но вообще, вот, на первенстве России тогда, в 2012 году в Пензе, когда я проплыл 2-0-2, это, наверное, вот, если сделать топ-3 моих самых сложных 200 бат, это было, вот, либо первое, либо второе место. Потому что, я помню, мы тогда с Андрюхой Тамбовским плыли, я, ну, опять хотел победить, но, в принципе, это, как и у всех, наверное, ребят, хочется победить максимально. И я полетел вперед, 150 проплывая, делая пароль, понимая, что у меня сил больше не осталось. Я вижу, что я первый пху. И я последние 25 доплывал, вот, просто реально стоя. То есть, у меня жена иногда это вспоминает, тренер вспоминает. Он говорит, мы думали, ты по дну ногами идешь, потому что просто, просто стоя плыл. И тогда вот, он меня как раз обогнал, и вот, в полуфинале все равно никогда так не переживаешь. Потому что, особенно, когда ты понимаешь, что ты без проблем пойдешь в финал, ты просто плывешь и с легкостью и не стараешься выкладываться на первые 150 бойцы, да, и за это тебя хватает на последние 50. Возможно, поэтому у меня получалось в юношеские годы в полуфинале плыть быстрее, чем в финале. Меньше нервничал. А на 100 бат, видишь, я говорю то, что... Других вариантов нет. Мне приходится всегда плыть в макс, а тут плывешь в макс, где-то, например, в полуфинале я попал, в финале не попал, в поворот, в касание. Вроде мелочи такие, а тут 30, тут 30, это уже 60, считаешь. Особенно в дельфине. Наверное, как и в брасе. Вот есть такое то, что как темп. Вот ты плывешь темпом одним, и когда ты не попадаешь к касанию, он у тебя прям сильно сбивается, и приходится его опять подбирать по-новой. Особенно в таких дистанциях, как 200. И вот в коротком бассейне это очень сильно ощущается, когда плывешь 200 бат. Если ты начинаешь сбиваться с поворота, не попадаешь в поворот, ты начинаешь сбиваться сильно с темпа, и вот скорость прям сильно меняется. Ну, не знаю, конечно, у других дистанциях, возможно, это у меня так. То есть, возможно, кому-то без разницы. Вот Семен Макович, просто я знаю, знаешь, мы с ним разговаривали про повороты. И я говорю, мне проще, если я не попадаю, когда мне приходится доплывать до поворота, потому что я доплываю, как-то руки сгибаю, толкаясь и ухожу. Он говорит, а мне проще, когда я наоборот лицом вылетаю в поворот. Он говорит, я прям вот очень близко к бортику, мне так легче оттолкнуться. То есть, видишь, все как-то по-разному. Поэтому, возможно, есть дельфинист, который не влияет. Ну, не попал в поворот, не попал. Ладно, поплыл дальше. То есть, как-то вот так тут работает. Это сколько надо силы, чтобы влететь лицом? Сколько надо силы, чтобы влететь лицом в поворот, еще и оттолкнуться каким-то образом? Ну, да, видишь, я вот тоже никогда не понимал. Я говорю, Семен, как ты вот почти лицом вылетаешь, и еще умудряешься оттолкнуться от бортику? Он говорит, не знаю, вот у меня получается. Но он всю жизнь тренировал поворот, потому что они с Юрием Евгеньевичем, Кириченко, он тренировался раньше, сейчас он у другого тренера плавает, у Тихоной, Елена Сан. И вот я помню, они с Юрием Евгеньевичем просто эти повороты тренировали без остановок. И у него, ну вот реально, вот одни из самых быстрых поворотов, которые я видел. Он их просто в мгновение делает, он как будто в долг даже не берет. Данил Марков присоединился к трансляции, которая как раз передала тебе эстафету, за что ему большое спасибо. Кстати, вот Андрей Тамбовский, который вот упомянул, который в Пенде тогда выиграл, вот он, насколько я понимаю, уже завершил профессиональную карьеру и сейчас он уступает периодически в плавании мастерс. Есть такая категория? Да, да. Ну, многие спортсмены уходят после плавания как бы в мастерс, потому что не хватает адреналина, наверное. Вот просто вроде три года прошло, вот у меня даже супруга, она говорит, прям хочу выступить на соревнованиях там среди институтов хотя бы, хоть как, просто какой-то адреналин, мандраж перед стартом. Вот Андрюха Тамбовский ушел в мастерс, вот с нами еще плавал такой парень Сергей Иванов, он тоже, кстати, дельфином плавал. Я Сережу очень хорошо знаю, да. Мы дружим с ним. Вот, Серега Иванов он тоже, считай, плавал. И сейчас тоже по мастерс иногда выступает, там Андрей Тамбовский на Самаре плавал тоже вроде по мастерсу. Многие, Женя Зубанова, Новокубышки, многие спортсмены из Самары, которые достигли, знаешь, мастер спорта плюс, да, скажем так. Многие выступают в мастерс, потом идут. Это же круто. В любом случае видишься опять с своими старыми знакомыми, которые вот у тебя были, да, отдыхают вместе. да, да, все так. Но вот как раз уже не из... Возможно, я тоже буду в мастерс выступать. Это пока что, вот сейчас, когда плаваю, я уже устал, в принципе, наверное, как и все, кто тренирует, что столько лет, 20 лет почти тренируюсь. Но я уверен, что когда закончу, пройдет пару годов, и я захочу вернуться и продолжать дальше. тренироваться для себя и иногда выступать. Угу. Вот мы как раз с Сережей в новом последний раз с Женей тоже виделись в ноябре прошлого года на кубке в Саранске по мастерс, да. Вот. Это действительно как встреча старых друзей. Это было, да, очень так трогательно и запоминающееся. Ладно. Бежим дальше. В 2012 году ты, будучи еще в младшем возрасте, на первенство Европы не отобрался. В декабре 2012 года у тебя, ты выиграл в Казани по короткой воде на всероссийских соревнованиях 200 бат 1,57-80 и сотню это было 3-й 54-21. И, кстати, 200 комплекс тоже пробовал неплохо 2-4-0-4. А потом у тебя начинается 2013 год, когда у тебя получилось довольно серьезно прибавить результаты. Вот в тот момент ты это больше связываешь с ростом. В принципе, как раз вот такой 17-18 лет для парня самое время развития, там, скачок гормона и все прочее. Или, может быть, вы тогда что-то скорректировали с точки зрения подготовки, техники. Что того тогда такой вот скачок результатов качественный? Ну, я, наверное, все-таки склоняюсь больше к росту. Именно как тело выросло, стал больше мужчины, скажем так. Конечно, тренировки тогда тоже уже стали носить более серьезный характер, уже больше выкладывался на профессионал, когда школьник, ты как-то плаваешь, школа, плаваешь, вот это все постоянно так делаешь и делаешь свою работу, тренируешься по максимуму, как можешь, а там я уже больше стал на сборы ездить, когда ты ездишь на сборы, все равно у тебя больше времени на отдых, соответственно, отработал, есть время отдохнуть, отработал, на сборах, опять же, какая-то есть фармакология, которая тебе помогает, и все-таки, наверное, вот это вот все сыграло свою роль. И тренировки, вот, кстати, я помню, это, наверное, единственный раз в жизни, когда не доплыл задание, работа именно, мы плыли восемь по сто пятьдесят, и тогда еще Илюха Лимайб даже плал, мы плыли, четыре кроли мы плыли и четыре бат, но все они были быстро. Я помню, проплыл четыре кроли, проплыл три бат, и все, я понял, что я больше не проплыл, и у меня тренер потом в книжечке написал, не смог доплыть, мы так потом, конечно, смеялись, но основной прирост результатов, я считаю, из-за того, что стал больше мужчины, вырос, а тренировки, все-таки, наверное, это второе место занимают, потому что меньше тренироваться не стал, стал больше тренироваться, но не думаю, что настолько сильно тренировки могли сыграть, потому что у меня результаты реально тогда очень выросли. Поэтому, собственно, и хочу тебя об этом спросить, а вот, Саш, скажи, пожалуйста, а вот именно батом какое у тебя было самое тяжелое задание в жизни, может быть, двадцать по двести бат, вот что прям страшно? Слушай, знаешь, мне многие ребята рассказывают, как вот реально там десять по четыресту батом плавали, там двадцать по двести, вот у меня такого не было. Вот у меня самое длинное задание было двадцать по сто, сорок восемь по пятьдесят. Все, это вот самое длинное мое задание дельфином, вот длиннее я не плавал. Но вот из запоминающихся, это вот восемь по сто пятьдесят, которые я сказал, но там было четыре кроли, четыре бат, так я это плаваю в последнее время уже просто бат. И вот помни, запоминаешься, я плыл 8 по 150 дельфинам, и это получилось так, я в понедельник пришел на тренировку, во вторник я себя не очень хорошо чувствовал. Я в среду и в четверг отдыхал, пришел в пятницу, утром отплал, а в пятницу вечером мне дали вот это задание как раз. И когда я плыл последний раз, у меня свело две икры и трицепс на последней полтиннике. То есть у меня трицепс никогда в жизни сводил, и ноги меня достаточно часто сводят, а трицепс никогда. И я просто доплывал как коряк. Вот я доплывал только потому, что у меня почти все мышцы свело тогда. А так и говорю, ну, чтобы запугивать кого-то такими заданиями, как вот некоторые там три километра батом без снова проплытия, нет, я такого никогда не плаваю. Надеюсь, не буду плавать, потому что это сумасшествие какое-то. Так, возвращаемся к 2013 году. У вас тогда была какая-то очень странная система отбора на международные старты. На первенстве России отбора не было. Вы отбирались до этого. Я тоже разговаривал с Ваней Калабурдиным. Может быть, если ты его помнишь, он тоже был. И ко времени отбора, когда было первенство в России, ты вообще его пропускал в Пензе. Например, тот же Ваня там был, но был уже под нагрузкой. И вот 400 бат на время. Мы втроем на Болгарии, по-моему, мы плыли вот 400 бат на время. У нас курсовка там была, двойная основная дистанция. Там комплексисты 800 комплекс плыли. Вот мы 400 бат туда плыли. А за сколько проплыли, не помнишь? 400 бат. 4.25, по-моему, я проплыю, если не ошибаюсь. Ну, 4.20 с чем-то. 4.23, 4.25, примерно так. Это если к ролям, это, мне кажется, почти кандидат по нормативам. Очень честно, не знаю. Там 4.18, по-моему. Да, раньше было 4.20 ровно, сейчас 4.18. Слушай, ну, батом путь почти по кандидату к ролям, это, конечно, да, это прям мощно. Так, 2013 год. Ты отбираешься сразу на два главных старта юношеских того года. Это сначала первенство Европы в июле, и потом, в конце августа, первенство мира, знакомым уже тебе к тому времени, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Смотри, на Европе, на юношеской, ты выигрываешь серебро на 200 бат, на 59.09. То есть, получается, за полгода до этого ты плывешь по короткой, 57.80, и сейчас примерно, там, полторы секунды всего хуже, то есть, фактически улучшаешь свой результат зимы довольно серьезно. И сотню ты плывешь в финале 54.14, хотя до этого у тебя было 53.78 в полуфинале. И два золота увозишь в двух эстафетах, четыре по 100 комплекс, в миксте и в личном виде. При этом 100 бат на первенство мира ты прибавил довольно серьезно, юношеский рекорд России установил. Вопрос. Ты был больше готов именно на 200? Или это тоже связано с эмоциями, волнениями и так далее? Смотри, вначале скажу то, что я на первенстве Европы тогда установил юношеский рекорд в России, когда вот полуфинале как раз было 53.78. А, это тоже был рекорд. Все, понял. Причем рекорд до этого был у Сереги Иванова. Понятно. То есть, я его рекорд перебил. И причем я помню, в финале Европа был хуже. Просто, по своей глупости, то, что мы с Семеном в день финала утром пошли гулять. Часа три, наверное, мы гуляли. То есть, я вечером пришел, у меня уже ноги просто были никакие. Я тогда помню, просто умирал. А так, нет, мы готовились именно на 200 бат. 100 бат, вот я, просто она как проходящая была. Но в юношеском возрасте почему-то она у меня лучше получалась, вот чем сейчас. Скажем так. И тогда вот я как раз 53.3, по-моему, в Дубае я проплыл, 100 бат. Если я не ошибаюсь. 53-52 в полуфинале, 53-56 в финале. Вот, да, 53-5. И для меня это было удивление, потому что я все-таки больше готовил 200. И, наверное, как всю жизнь я больше готовил 200. Вот, получилось. И я был рад рекорду России на тот момент юношескому. Конечно, сейчас, если сравнивать с нашим юношеским рекордом России, это вообще смешно. Но на тот момент я был первым, кто из 54-х выпал. Ну, сейчас, получается, юношеский, он же и взрослый одинаковый, я так понимаю. Да. И до этого тоже Егор Куимов. Да, да. Юношеский и взрослый. И, причем, еще хочу сказать, то, что, знаешь, у меня не было цель на 100 бат поставить юношеский рекорд России, да? У меня была цель именно на 200 бат поставить рекорд России юношеский. Я вот на 200 хотел, я прям готовился именно, чтобы там побить. Если я не ошибаюсь, там был 58-3 или 58-2, вот что-то такое. И мне вот прям чуть-чуть на юношеском, по-моему, не хватило. И я тогда расстроился, конечно, потому что все-таки на 100 не планировал, а побил, а на 200 хотел и не смог. Но тоже, смотри, ты плывешь 1,5909 на Европе 200 бат, а на мире 58-57, то есть ты прибавляешь тоже довольно серьезно. А вот смотри, когда такой длительный, длительный сезон, как ты поддерживал форму после Европы и перед миром? Вы на сборы какие-то поехали. Как вот еще держать форму на протяжении полутора месяцев? Кстати, хочу сказать, вот тот момент, когда после Европы был, нам дали небольшой отдых, потому что все понимали, что уже все тренируются год, а у нас, считай, мир был в конце августа прям у нас. Последний день был 31 августа. И тренера понимали это и дали нам туда небольшой отдых недельный, и потом все приехали на сбор. То есть мы до Европы все сидели на сборах, Волгоград и Круглая, а после Европы вот дали неделю отдыха и опять Круглый у нас было. И для многих, на самом деле, эта неделя была такой выбивающей, потому что приехали и люди прям реально набрали. Именно жирка так за неделю умудрились поднабрать, и потом все быстренько пытались наверстать упущенное. Все скинуть, и как-то тяжело было. Был очень тяжелый год, и я помню, когда мы приехали на мир уже, были уставшие все. У нас же Европа, но до этого у нас еще и Мара Ностром мы ездили, на Мара Ностром выступали. Тоже международный старт, тоже, считай, там 200 бат плывешь, тоже там два раза. Причем мы ездили на два этапа, и там, и там. И там на Мара Ностром все плывут не по одной дистанции. Это же как про стартовку для всех, то есть там. Я помню, плыв 400 бат, ой, 400 комплексов и 100 бат. И у меня это все подряд было, в один день, считай. Было жестко, и поэтому уже наелись, так сказать. И к миру уже все были уставшие. И когда, я помню, мы ехали, вроде все счастливые, но они могут уже свои даже эмоции особо передавать, потому что просто устали. И помню, мы 1 сентября в автобусе встречали. Мы ехали в аэропорт, 1 сентября все-таки, о, ура, учеба началась. Сейчас мы едем, будем учиться. Ну и ты увез оттуда, помимо бронзы на 200 бат, еще серебро на 4 по 100 комплекс. Вот, получается, 3 медали с юношеской Европы, 2 медали с мира юношеского. Вот, кстати, на мире, помню, я в бронзе был очень сильно рад, потому что я туда приезжал, с результатом у меня была 1,58,7, по-моему. А, 59-0 у меня было, да, на Европе. А первые 3 места в рейтинге стояли по 1,56. То есть там был, помню, Сингапурец как раз, вот, Скулинг первый стоял. А, понятно. Потом Американец, не помню, и Японец, по-моему, Японец, который, кстати, стал третьим на Олимпиаде в 16-м. Может, я, конечно, ошибаюсь, по-моему, он. И вот они втроем были в рейтинге 1,56. И я, как бы, ну, человек реальный, смотрю правду в глаза и понимал, что я 1,56, ну, никак не смогу проплыть сейчас. Но, как так получилось, что Скулинг не приехал, оставался Американец с Японцем, и нас там 6 человек, у которых по 1,58. То есть все вот решалось касание. Тогда, кстати, я выиграл третий место на 200 бат, а четвертый был Джеймс Гай. И он там на 10-й лиде проиграл. Чемпион мира 15-го года на 200 вольня, да. Ну, у тебя еще, как бы, завершились последние международные юношеские соревнования, но юношеский возраст еще, ты еще находился в нем, и ты установил рекорд России тоже юношеский на 200 бат по короткой воде на России 13-го года, уже на чемпионате 1,55-84. И, собственно, на этом ты переходишь во взрослый возраст. Вот смотри, у тебя уже было довольно много международных стартов, самых крупных это Европа 14-го года, мир по длинной воде в Казани, две универсиады, Европа по короткой воде в 19-го года, и мир 14-го года тоже по короткой воде. Не считая марано, струма, этапов, всего прочего. А вот есть какой-то бассейн в любой точке мира, где тебе максимально комфортно и максимально некомфортно. По воде или как-то? Расскажи. Да, такое есть. Максимально некомфортно, просто вот бассейн, в котором я просто не люблю реально плавать, это в пензе, сура. Вот просто я, не знаю, вот я когда не перечисляю, мне всегда там, я просто себя чувствую некомфортно, и, знаешь, возможно, я даже готов, например, хлопать там неплохо. Но я как-то подсознательно уже себя настроил, что мне этот бассейн не нравится, и мне плохо здесь. Так. Вот. А комфортно? Это Казань. Вот я так и думал, что Казань скажешь. Но, наверное, на первом месте я бы поставил олимпийский. Просто сейчас олимпийский, видишь, всё. Вот в олимпийском мне всегда очень нравилось плыть. И вот Казань, наверное, на втором. То есть это два бассейна, в которых мне вот всегда комфортно. Ну, Казань, потому что всё-таки этот бассейн, он такой огромный, там вот столько воздуха, мне вот нравится эта штура. Очень большое помещение, и достаточно свежо. В коридор, вот если выйти в коридор, можно как бы остыть. Всё-таки в олимпийском там всё равно как-то душновато немного. Саш, вот хочу с тобой такой момент обсудить. Ты довольно крейсерскими темпами влетаешь во взрослый возраст. Вот смотри, два сезона, это 14-15 год. Ты сразу в 14-м году выигрываешь серебро на ЧП России по длинной воде 57-42. Отбираешься на, выигрываешь потом финал Кубка России 1,5670. И отбираешься на Европу в Берлин. В 15-м году ты ещё круче плывёшь. Ты выигрываешь сначала в том сезоне 1,5180 в конце 14-го Россию по короткой воде. Едешь на Мир по короткой, где плывёшь в финале 1,5217. И в 15-м году выигрываешь Россию по длинной воде 56-30. Второй раз выигрываешь Кубок России на 200 бат. И плывёшь на ЧП России в 15-м году по длинной воде. То есть, в принципе, два первых сезона во взрослом возрасте, и ты уже отобрался везде, где только было возможно. Сначала хотел тебе маленький вопрос задать. Ты был на Европе в 14-м году, помимо 200 бат, ещё 400 вольный и 400 комплекс. Как тебя заставили это сделать? Всё было очень просто. Главный тренер сказал, так, у нас там места свободные есть. Куда же проплывёшь 400 вольный? Ну, я же говорю, я Кролин, в принципе, плавал. И он это знал. Говорит, вот в первый день проплывёшь 400 вольный, чтобы не засиживаться. А там 200 бат, по-моему, в третий или в четвёртый был. Он такой, ну ты всё-таки 200 бат плаваешь. Можно и 400 комплекс. Там место одно есть, а он как раз после 200 бат. Ничего страшного не будет. Так меня просто и поставили. Но я помню, 400 вольный мне, кстати, очень тяжело тогда далось. Да, в принципе, мне и 200 бат, да, не очень легко далось. А 400 комплекс мне далось хорошо. Наверное, потому что, когда 200 бат прошёл, я уже расстроен был, потому что я не попал в финал. Где-то в полуфинал попал, и всё. И мы с ребятами поехали на велосипедах смотреть на Берлин. И просто целый день мы катались на велосипедах. На следующий день я не чувствовал ног. Они меня очень сильно болели. Я там массажик сделал. И на следующий день у нас было 400 комплекс. И вот я тогда проплыл 400 вольный по-лучшему. Причём я проплыл за 4,28, если не ошибаюсь. Но при том, что я бросил, там, 1,23 что-то проплыл. Я, знаешь, я проплывал 200 метров, делал поворот со спины на брас. Я был первый в своём заплыве или второй. Мы вот наравне там плыли с мальчиком один. После браса я у меня 10 метров проигрывал уже. У меня браса вообще не существует, поэтому я комплексом так плываю. А так вот меня не заставляли. В принципе, тренер просто подошёл. Главный тренер тогда, Журавлёв был, Анатолий Валентинович. Подошёл, сказал, вот на 400 вольным есть места, давайте проплылём, потому что не засидывается. А 400 комплексов всё равно после 200 батов не помешают. Ну давайте, проплылём, почему бы и нет. Саша, а вот окрыляет такая ситуация, когда ты вчерашний юниор, а первые два сезона ты уже выигрываешь Россию два раза, Кубок России два раза, в финале мира по короткой воде. Да, конечно. Ну хотя, знаешь, ещё есть такой момент, когда ты приходишь из юниоров, ты считаешь, что ты уже классный. Особенно, когда у тебя такие два сезона там проходят, ну сезон точнее, то есть ты на мире занимаешь место, на Европе занимаешь место, и такая частая проблема, то что ты приходишь, думаешь, да ладно, что у меня здесь, я и так круто, я сейчас всё спокойно выиграю. И потом ты выиграешь, и это тебя ещё больше вдохновляет. То есть ты, правда, такой хороший. Молодец. Но главное вовремя понять, что не всё так хорошо, как может быть, и заставить тебя работать дальше. Ну вот, что хочу сказать, потом у тебя в следующие годы очень интересно 200 бат развивается, вот по длинной воде ты в 16-м году был 4-й, в 17-м году 3-й, потом дважды 1-й. А по короткому дину у тебя, ну просто фантастическая история, когда ты в 14-м году 1-й, в 15-м году 3-й, потом 3-4-х места, 16-й, 17-й, 18-й год и золото 19-го года. Вот это, наверное, ну довольно серьёзно. Ну как бы обидно, да, когда оказываешься на такой тяжёлой дистанции, подряд 4-е место мимо отбора. Вот как не загрустить в такой момент и всё не забросить? Ну, наверное, меня просто поддержка спасла, то, что у меня семья верила всё-таки в меня, говорила, что всё получится, и я всё равно до последнего хотел чего-то добиться, то есть как и сейчас. То есть я понимал, что четвёртый, я знал, что если я сейчас четвёртый, но не везёт сейчас, повезёт завтра. То есть не надо останавливаться, надо идти дальше. И так, в принципе, оно и было. Конечно, я вот стал третий на 200 бат, но если по-коротку говорить, потом я стал четвёртым, я думаю, ладно, в следующем году всё получится. Приезжай, опять четвёртый. Ну, в следующем это уж точно получится. Не можешь быть такой, что опять четвёртый, опять четвёртый. Ну вот, в этом году получилось. Да, в этом году более чем мы. Причём ты, получается, в 2014 году был 1.51.80, выиграл Россию, а в этом году ты пропал 1.51.20 на отборе. То есть тебе удалось сдвинуть эти результаты. Ну да, то есть, ну, у меня, наверное, как и у любого спортсмена, вы даже по родлину России, если мы смотрим, то есть я Том тоже был первый, а потом я стал третьим, потом... А, нет, я на отборе на Олимпиаду вообще, по-моему, в призы ты не попал. Ты четвёртый был, да, четвёртый. Да, четвёртый, потом третий. Вот это был год как раз, наверное, начиная с мира. Там такая ситуация на мире, конечно, интересная была у нас, то, что на нас решили поставить, скажем так, небольшой эксперимент. Наверное, после того мира я перестал вообще пить фармакологию. А это ты про мир в Казани или в Четвертый? В Казани, да, в Казани про мир. Вот сейчас, на данный момент, моя фармакология – это изотоник и БЦА там. Всё, это вся моя фармакология. Потому что вот тогда было так, что доктор решил поставить эксперимент. Это мы пили какой-то напиток. Я не могу сказать, что за напиток. И в итоге все, кто его пил на мире, тогда проплыли плохо. И знаешь, у него был такой эффект. Ты очень быстро забивался. Твои мышцы очень быстро забивались. То есть, возможно, для спринтера это было круто, для полтинника, да? Но 200 бат, я помню, я проплыл 100 метров. Поэтому к разговору о том, что у меня было три раза самое хуже 200 бат, да? Это вот был, наверное, второй раз. То, что я тогда проплыл 100 метров, и я понимал, что я больше не могу плыть. Просто не могу. И я вот вторые 100 метров еле доплыл. И считай, я ехал на мир с результатом 1,56, а проплываю 1,59. Тогда это, конечно, тоже сильно меня очень эмоционально повлияло. Я очень тогда был расстроенный. Ещё и семья приехала, супруга приехала за меня. Считай, все приехали болеть. Там и друзья семьи приезжали. И я тут даже в полфинал не попадаю. И вот это вот начался, наверное, мой как раз спад. Потом вот был отбор на Олимпиаду, к которой мы тоже так усердно готовились. И я четвёртый становлюсь. Вот тоже. Это, возможно, как раз и есть. Третий раз мой, когда я просто вот умер. Я-то даже помню, мы плыли рядом с Женей Коптеловым. И как бы мы, в принципе, вот одни из фаворитов там были. У нас, в принципе, на 200 бат всегда одна, там, 4-5 человек. Но вот мы одни из пяти этих были, кто должны были отбираться. И мы с ним как раз тальто четвёртый и пятый. Я четвёртый, он пятый. При том, что Коптелов-то за год до этого 1.54 проплыл на универсиаде. Когда мы были в Казани на мире, да, он до этого уже универсиада была, он тогда 1.54 проплыл под рекорд. И сейчас в следующем году он с ним по 1.59 плывал. Вот. Но я понимал, что это спад, но надеялся, что он как можно быстрее закончится. Вот, 16-й год не прошёл удачно, 17-й улучшил от 16-го немножко. Я уже, знаешь, стал думать, искать положительные какие-то эмоции и смотрел не от лучшего результат, а от того, что было в прошлом году, да. То есть я проплыл там в 16-м так, в 17-м немножко улучшил, в 18-м вроде ещё чуть-чуть. Как-то вот всё равно старался где-то какие-то положительные ноты искать, тренироваться, работать. И вот, фу-фу-фу, вроде вот в прошлом году это наконец-то получилось, то, что вышло на свои результаты, в принципе. Да. Вот ты в 19-м году сначала выигрываешь Россию за 1.56-71, а потом выигрываешь универсиаду, и там у тебя вообще красиво получилось. 57-3 предварительно, 57-0-1 полуфинал, второй ты зашёл в финал, и 55-63 в финале выигрываешь. Да. Очень-очень здорово. Кстати, не говоря вообще про этот универсиад, я, по-моему, проплыл про универсиаду в 17-м году, да. Вот она тогда ещё у меня очень сильно, конечно, подстегнула, то, что не всё потеряно. Когда я тогда 200 бат, я тоже тогда 200 бат хорошо проплыл, 1.56 в 17-м году. Конечно, я проплыл 56-5, если я не ошибаюсь. И тогда мы с Саней прибыл, помню, утром, значит, проплываем, я 1.57, а он 2 минуты, и он чудом попадает. А в финале он 56 спокойно залетает, а я 57, и я 7-й попадаю чудом. Мы с ним так смеялись, и в финале вот я стал пятым, проиграв тогда 2, что ли, десятых или 3 десятых в третьем месту. Я, с одной стороны, очень сильно, конечно, расстроился, потому что всего лишь 3 десятых, причём они были в касании, я не попал в касание тогда. Но, с другой стороны, я подумал, наконец-то, это 1.56 хотя бы, а не 1.58. Ну и, возможно, если университет привёз 2 медали, я там утром эстафеток капал, 4 по 2 меня туда поставили, и в комбинирование туда поставили. Да, еще 3 по 100 комбинированные. Тоже спустя, считай, 3 года после юношки соревнований у меня вот международная медаль наконец-то была. И потом вот, да, вот, это наша университетка. Причём, ну, на ней, на ней я на самом деле приехал, вот, помнишь, ты говоришь, как бассейны хорошие, плохие, да? Вот мы тогда приехали, я помню, у меня так в этом бассейне не плывлось, просто в Неаполе. Я плавал, руки тяжёлые, вообще сил нету, причём у нас у всех так было. Там вот у Дани Маркова, у Макса Ступина, мы разговариваем, всё-таки вообще сил нет, просто не можем плыть. Тогда ещё Макс Ступин помогал. Нет, Дани Маркова, первый плыл у него. 50 бат, по-моему, первый был, если не ошибаюсь, он же на 50 бат не попал в призы. Вроде. И он плохо проплывает. Потом Макс Ступин плывёт 200 комбинаций, плохо проплывает. И я в следующей еду думаю, блин, у меня-то нету шансов на других дистанциях. У меня только 200 бат. У них-то там 400 комбинаций, 50 кроль, а у меня нет такого. Я поплыл 200 бат с утра, и прям так хорошо было. И там Японец со мной рядом плыл в предварительном, у которого был завершен 1,53. Ну, тоже, как всегда, посмотрел предварительно, там, какой я примерно по рейтингу, что как, понимаю, что Японец по времени не достигаем, конечно, 53, всё-таки это 53. Я только потом понял, что это Японец, который выиграл в 17-м году на универсиаде у нас. И мы утром поплыли, и как-то мы 100 проплыли, легко прошло. На второй шутке думаю, надо прибавить чуть-чуть. Прибавляю. Хоп. Первый приплыл. Смотрю, 1,57. Думаю, вот это да, так легко было. Думаю, на Японец, наверное, тихорился. В полуфинале проплыл тоже так запасом. Японец тоже там попал, но думаю, в 100% сихорился. В финале как-то вот казалось, что я выиграл даже. на тебя в 19-м году ты плывешь в финале чемпионата Европы 1,51-98. Тоже чуток тебе не хватает 0,25 до бронзовой медали. И вот если сравнивать твои ощущения от финалов, а ты был в финале и на универсиаде, и выигрывал в том числе, и в финале на мире по короткому идею, финале на Европе, вот где ты волновался больше всего? Ну, на самом деле очень сложный вопрос. Потому что я до сих пор даже помню, как на мире был в 14-м году в Дохе. Тогда я очень сильно волновался. Но, блин, даже на самом деле не знаю. Возможно, вот сейчас на Европе. Возможно, это было больше всего. Кстати, ты говоришь, третье место 0,25 проиграл. Я как раз прыгал Джеймс Гаев на 200 бат. Третье место. Когда прыгал, я думаю, наверное, он мне должок вернул. 14-го года. Но, возможно, на Европе вот сейчас. Потому что я был с первым временем туда ехал, на Европу по рейтингу с первым временем. И, конечно, когда уже выиграл универсиаду, все-таки уверенность такая вся. Думаю, сейчас выиграю и выходишь с мыслями то, что надо выиграть, надо выиграть. Не то, чтобы, блин, было бы круто. Или просто получить удовольствие. А вот все равно улучшить результат и выиграть. И, возможно, вот это, конечно, сильно подкосило. И когда я плыл, я понимал, что в финале, вот именно в финале, потому что утром было все хорошо, в финале что-то вот шло не так. И когда я потом смотрел видео и раскладку свою, я понимал, что это было немного не то, что даже я показывал на той же России месяц назад. Да, ты был 1,51-20 и на Европе получилось 1,51-98. Чуток похоже, да. Я обратил внимание, что ты, во-первых, всегда выступаешь на Кубке Сальникова, хотя, наверное, ты вряд ли к нему уже там особо как-то готовишься, но тем не менее, в том же 19-м году ты выиграл 200 бат на 1,51-88. То есть, в принципе, даже чуть лучше, чем на Европе пропал в финале. И на Сальникова у тебя тоже не менее впечатляющая история выступлений, ты в 14-м году выигрываешь золото, в 13-м году ты заявлен, но не выступаешь, там, не стартовал в протоколе, в 14-м году золото 54-04, потом 4 раза второе место и в 19-м году снова первое. Это вот тоже, это же такая крутая серия вообще получается. Ну да, было такое. Но на Сальникова на самом деле, да, в принципе, никогда не готовимся, кроме, наверное, прошлого года. Мы, по-моему, в прошлом году реально готовились как-то никуда я не отобрался, ну не в 19-м, а в 18-м, имею в виду, в прошлом году. Я понял, да. Не отобрался, и мы с тренером решили просто подготовиться к Сальникову, постараться на нем показать какой-то результат, но вот стал вторым. Я не помню, по-моему, Саня Харлан в том, вот, за прошлом году там еще Саня прип выигрывал. У нас бывает такое, что три Сани на пьедестале стоит, я, Харлан, и прип. Вот. Но в этом году вот как-то получилось, причем, если честно, я был очень сильно удивлен, что-то на Сальников в этом году, потому что, когда прошла Европа, все-таки такой период отдыха небольшой начался, я съездил сразу после Европы на студенческую Россию, причем там вообще весело было, я всю ночь не спал, мы прилетели, я до Раменского поехал, вначале сел на автобус от Шереметьево до центра Москвы, там со мной бомжи рядом ехали. Я с ними вместе до центра Москвы доехал, там добрался до электрички, на электрички поехал в Райманское, а уже мы из Глазгова выезжали в 7 утра, по-моему, или 8, и когда я сел в электричку, уже было 5 утра, то есть уже почти сутки прошли, и я еду, уже сил нет, и у меня просто слышу станция какая-то, у меня почему-то чувство, что это моя станция, я беру, выбегаю из электрички, двери закрываются, я понимаю, что это не моя станция, я начинаю смотреть следующую электричку только через 40 минут, я стою 40 минут в следующую электричку жду, потом добрался наконец до Раменского, до этого, там в Раменском проплыл уже лишь бы доплыть, причем я плыл 200 бат, 400 вольный, там такие дистанции, знаешь, 50-50-50, и вот после Раменского мы как-то приехали, там плавали по одной, по две тренировки, по два, по три километра, так просто чуть-чуть купались, купались, я думаю, сейчас Сальникову приеду, но как-нибудь проплыть нормально было бы, проплыть быстрее, чем на Европе даже, и это прям небольшой шок был для меня, если честно. Кстати, тоже про Сальникова нужно сказать, что ты еще был второй на 200 вольный, на 45-52, что тоже, ну, это прям хороший результат. Ну да, это было тоже в 15-м, если не ошибаюсь. Именно так, да, 2015-й год, точно, точно, точно. По поводу финала Кубка России, тоже отдельный разговор, то есть обычно Россия покороткая, Европа или мир, потом Сальников, и также с Длинной водой, когда сначала этапы, потом чемпионат России, потом финал Кубка России. Ты тоже дважды выигрывал 200 бат в 2014-2015 году, и что хотел спросить, в 2018 году у тебя была дисквалификация на 100 бат, чего там произошло, за что, фальсар? на 200 бат у меня дисквалификация была. Точно, да, 200 бат, это да. Да, вообще было, конечно, весело. Мы поплыли 200 бат, я проплыл 150 метров, ну и, как обычно, начинаю готовиться к повороту заранее. То есть я наплываю, наплываю, а у меня очки такие были, в которых ничего не видно, они у меня просто уже старенькие были, они так запотевали сильно. Я когда потом после Кубка на России приехал на отдых, у меня жена я тебе очки взяла, она сказала, ты как вообще в них плаваешь? У них вообще же не видно. И вот, она говорит, я поняла теперь, почему ты не достал до бортика. И я плыву, и такой, думаю, раз грибок, два грибок, думаю, так, пора начинать уходить на поворот, подготавливаться к повороту, и вроде касаюсь, и уже начинаю назад плывающую уводить, и понимаю, что я не коснулся. То есть я одной рукой вообще не коснулся, а одной рукой я коснулся вот ну тремя пальцами указатель, в немянном и среднем. Причем еле-еле просто коснулся. Я сразу понимал, что это, конечно, дисквал будет. Да, надо воду. Молчат, 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 потом Александр Кудашев дисквалифицировал, я думаю, блин. Хотя мне утром тогда плохо плылось, а пришел вечером плавать, просто поплавать. Мне так круто было, я думаю, блин, как обидно. И на следующий день у меня было 100 бат и 200 вольный, причем утром то всегда нормально эти дистанции плыть, потому что, ну много заплывов и отдыхаешь. А вечером я попал на 100 бат, восьмой, если я не ошибаюсь, а на 200 вольный я попал в седьмой. И я проплываю 100 бат, после нас идет один заплыв какой-то, не помню, какая дистанция, и я сразу выхожу на 200 вольный. То есть я посмотрел там в Обнинске, время прямо перед тобой висит. Я посмотрел, прошло 7 минут с того момента, как я встал опять на старт. Я тогда 200 вольный прыгнул, думаю, все, просто не доплыву. Я там проплыл 1,56 что ли, если я не ошибаюсь. Нет, побыстрее, 1,55-33. А, вот. Я так помню, мы еще потом с Артихевым разговаривали, разговаривали, он мне говорит, что ж ты не снялся, если тебе было все равно. Я говорю, ну надо было потренироваться немножко. И на удивление, кстати, на том Кубке России я потом на 400 вольный второе место еще занял. Да, и проиграл всего 0,06. Да, 3,54-87. Да, я проиграл, причем его, я там 350 метров плыл первый и проиграл вот последний полтинник и тоже вот получилось так, что я просто не видел, у меня очки уже запотели. Я видел, что рядом со мной плыл Эрнест по второй, а Пятек, он плыл по шестой или по седьмой дорожке где-то там. И я просто не видел дальше второй дорожки уже никого запотевших очков. но это была приятная медаль и неожиданная. Да, ну и результаты ведь серьезно 3,54 по длинной воде. До этого ты был замечен на 400 вольный еще в финале Кубка России 14-го года, тогда 3,57-63 ты проплыл. Да, это в Рузе, по-моему, было, если не ошибаюсь. А на 200 бат, когда тебя дисквалифицировали из-за очков, ты первый приплыл или нет в заплыве? Нет, я тогда приплыл второй, первый был Вова Кудряшов, но это ну, плыл как обычно, то есть плывешь все равно запасом, да, то есть, понятное дело, мы всегда, когда плывем 200 бат, тяжело ориентироваться по тому, как проплыл кто-то утром или в полуфинале, потому что это результат, который ты мог просто закупаться, да, ты можешь закупаться, а вечером проплыть там 1.55, а можешь отработать в максимуме, а вечером проплыть медленнее, то есть, и причем никогда никого не угадаешь, потому что все всегда по-разному, бывает такое, что кто-то в полуфинале проплыл и в финале медленнее, а бывает он на следующий год в полуфинале проплывает медленнее, а в финале на 3 секунды может быстрее, то есть, в тот момент был, вот тогда Вова проплыл, но он, по-моему, в финале проплыл так же, Если не ошибаюсь. Вот. Ну, я, понятное дело, расстроился все-таки. Да, если я не ошибаюсь, 2-0 проплыл. Да, у меня тогда 2-0 было в предварительном. Этого хватало как бы в финал, чтобы попасть спокойно. И я расстроился в том, что, блин, это мой первый дисклал на 200 бат был. То есть меня в жизни дисквалифицировали, конечно. У меня там 4 раз в шоте, если я не ошибаюсь, было. 4 или 5 раз. За фальстарт. А вот на 200 бат это было первый раз. Ну, вот тоже еще обидно, что ты выигрываешь тогда Россию в том же 18-м году, 57-54. И, видимо, без норматива, да, раз ты на Европу тогда не поехал? Да, тогда, к сожалению, меня не взяли. Конечно, там предлагали за свой счет поехать. То есть, точнее, наш регион предлагал. Но ФССР сказала, что нет, давайте готовьтесь к кубку и на кубке выступайте. Обидно было, но... Стимулирует, знаешь, это стимулирует тебя, чтобы в следующий раз норматив был. Так оно и получилось. В 19-м году же ты вон как выстрелил с универсиадой. 1,55-63. И короткого, да, у тебя сезон прошел очень крутой. Вот 19-го года. Так что... У меня тогда, на самом деле, достаточно много действительно не хватило. И я, конечно, расстраивался, но я понимал, что вот есть еще обиднее ситуация. Вот там Саня Прип, если не ошибаюсь, в 18-м году, когда был короткий мир, ему на 200 бат тогда не хватило 5, что ли, сотых или 6. Его не взяли вот тогда. Я бы думал, блин, человеку 5 сотых не хватило. А мне, считай, там секунды, если не ошибаюсь, не хватало. Ну, бывает такое, да, это стимул к тому, что надо работать так, чтобы в следующий раз у тебя не было претензий. И даже если, когда берут тебя без норматива, все равно кто-то может сказать, вот его без норматива взяли. А если ты еще ухудшишь на главном старте, да, тебе еще больше вопросов будет. А так ты как бы без вопросов отобрался, показал норматив, все. Хотел, Саша, тебя про тренировки спросить. Я посмотрел твое интервью, и ты рассказываешь, что вы немного более осмысленно стали подходить к залу, в том числе, благодаря этому результату. У тебя сначала ты вернулся на прежний, потом они выросли. Вот, и плюс ты говоришь, что у тебя в среднем объем бывает 6 километров за одну тренировку. Это получается примерно 12 в день. А вот самые тяжелые периоды в нагрузке, сколько у вас бывает объема, например, январь и сентябрь? До каких масштабов доходит? Ну вот, раньше было такое, что мы по 7 плавали, да. А в последнее время мы с тренером вот в январе 6-6 плавали. Вот такой промежуток, как бы больше не плаваем. Ну, она мне смеется надо мной тоже, она любит по 6, говорит, ты уже старик, куда тебе 7 километров не доплывешь? Вот тебе 6-6,5 хватит. Ну, не знаю, я на самом деле за 6-6,5 так устаю, то, что реально, может, 7 бы и не доплыл. Но мы придерживаемся вот такого, что борщить тоже не стоит, то есть по 8 километров плавать. Кто-то считает, что надо, кто-то. Мы вот считаем, что это лишнее. Ну, в день, соответственно, примерно там 11-512 получается. Ну да, примерно так. Не, в январе, скажем так, 12-12-500, да, в январе. А остальные месяцы чуть поменьше. То есть у нас 5-800 объем примерно, 5-700-6 ровно вот так. А так ты всегда потренируешься по 12 тренировок в неделю в течение сезона? Так, ну, не, не 12, 10. 10, видимо, среда и суббота по одной. Да, среда и суббота у нас по одной. Раньше, еще лет 5 назад, у нас было в субботу 2 тренировки. Но так как уже растет молодое поколение и просто времени, короче, не хватает в субботу плавать на вторую тренировку. Да, в принципе, наверное, оно может и к лучшему, больше времени есть подготовиться к следующей неделе, потому что за неделю мы все так поматываемся, что я, что Бужинкова, что Лазик Козлов. Потому что мы просто субботу уже ждем, быстрее будешь в субботу, и сходить там в зал после утренной тренировки и отдыхать полтора дня. А в зал вы ходите после воды? У вас такая система? Да, в зал мы ходим после воды. У нас вот тренировки, получается, в этом году были с 8 до 10 утра плавали, и с 10 до 11 вот мы в зал ходили. А вечером у нас было с полпятого до полседьмого. И по желанию у нас вечером зал был. То есть могли с полседьмого до полвосьмого еще в зал пойти. Я слышал, да, ты в интервью говорил, что если делаешь два раза в день зал, то обычно это утро бывает именно тренажер, а вечером больше гибкость, растяжка. После вечерней воды. А вот, Саша, смотри, то, что зал после воды, это просто у вас так технически складывается, что вам так зал дают по времени? Или тебе так комфортнее после воды? Мне так комфортнее. Я, знаешь, люблю в зале выкладываться. Но я не могу выложиться в зале, когда я понимаю, что у меня впереди ждет сложная тренировка. Вот что-то меня внутри останавливает. И когда я пропускаю сложную тренировку, мне легче пойти в зал и там еще добить себя, да? И сделать, например, те же самые веса, которые я и планировал, например, до тренировки сделать. Мне будет тяжелее, но я смогу это. А вот когда я схожу в зал, и потом я приду на воду, и только два километра расплываться, а тут уже работа, и у тебя на работе уже сил просто нет. Поэтому вот, ну, нам всем, наверное, так легче, вот всей нашей бригаде, сходить в зал после. А зал после утренней тренировки вы каждый день делаете? То есть шесть дней в неделю получается? Да. Ну, у нас вот во вторник, в четверг, в субботу мы делаем статику стабильно. В понедельник, в среду и в пятницу мы делаем тренажерный зал. А вечером мы уже как бы во вторник и в четверг мы можем в тренажерный зал сходить, да, еще раз. А в пятницу, в пятницу мы можем сходить растянуться. Я хотел вам Кирилу Стрельникову ответить. Он говорит, а я ровно неделя вместе с силовым залом. Но просто я бы не сказал, что у меня прям силовой зал, это как, вот у тебя, Кирилл, наверное, понятие силовой. Я нет такого, что я там жестко тягаю железки. Я никогда, в принципе, не тягал жестко железо, поэтому у меня силовой зал. Я как бы больше делаю с небольшими весами на выносливость, поэтому как-то, ну, мне кажется, так и подходит. И как бы статика, она, статика, она всегда, мне кажется, вообще полезна, ну, развивает мелкие мышцы. То есть из дельфинистов по технике тебе кажется самым классным? Неважно, это из прошлого, ребята, или из нынешних чемпионов. Вот кто тебе по технике прям нравится, как плывет? Вообще, вообще из всех, вообще, спортсменов или в России имеешь в виду? Вообще из всех. И вообще из всех, из парней, из девчонок, любой дельфинист. Блин, даже не знаю. Ну, может, Фелпс или Милок, или... Ну, кстати, я бы не сказал, что мне прям нравится, как Фелпс плавает. На самом деле, мне нравится, как Саня приправит. И вот Светка Чимрова. Вот мне нравится, когда люди в сторону дышат. Я, кстати, был период, когда я тоже дышал в сторону, но у меня техника начала ломаться. Угу. Вот. Вот у них мне нравится, как они будут по растормой дыши. Угу. Так? Я не могу сказать вот прям, что мне кто-то очень сильно нравился. Мне не нравится, как Чадли Клоплава, могу сказать так. Угу. Ну, он довольно корябинка, да, как-то. Да. Вот. Вот так. Ну, да, наверное, скажу так. Угу. Саша, хочу поблагодарить тебя, что нашел время, согласился, принял предложение на интервью. Это было очень много ценной информации. Спасибо тебе огромное. Мне хочется пожелать, чтобы вот этот момент, который у тебя начался, когда ты вернулся и улучшил свои прежние результаты, у тебя дальше шло. Вот только пора теперь в этом направлении двигаться. В четвертом ты уже был, теперь большая задача застолбить за собой первое место и место в сборной, хотя бы в топ-2, чтобы попадать на международный старт и там биться в финале. Очень хочется тебе это пожелать. Ну и очки новые. Ты купил новые очки, кстати, после того момента? Да, купил все новые очки. Теперь стараюсь их менять каждые полгода. Да, это... На полгода вроде хватает. Угу. Это правильный подход, наверное. Судя по всему, спасибо тебе огромное. Данил Марков ввел новую традицию передачи эстафеты. Кому бы ты хотел передать эстафету в плане интервью? И хотел бы кому-то или нет? Спасибо тебе, что ты меня пригласил. Было очень интересно пообщаться. И да, я помню про эстафету Данила Маркова. Я бы хотел пригласить Мишу Яковичеву на следующее интервью. Угу. Тоже очень интересный человек. Я могу на тебя сослаться, что ты его вызвал в качестве эстафеты? Да, можешь послаться на меня, сказать ему, что я дал добро. Все. Я думаю, Миша открытый человек, он, думаю, согласится. Спасибо тебе огромное за интервью. Спасибо. Ну что, если вопросов больше к нашему чемпиону нет, тогда будем прощаться. И так я тебя оторвал от твоей семьи замечательной. Спасибо тебе, что выделил почти полтора часа времени. Час двадцать. Тебе спасибо. Желаю тебе еще удачи. Спасибо. В твоем направлении. Спасибо большое. Все, будем прощаться. Пока. Всем большое спасибо, кто смотрел.